И сейчас сделаю заявление в качестве министра иностранных дел Российской Федерации. Уважаемый господин генеральный секретарь, уважаемые члены Совета Безопасности, коллеги, сегодня перед всеми нами, как никогда остро, стоит проблема терроризма. Террористический интернационал, ведомый ИГИЛ и Аль-Каидой, продолжает сеять ужас о разрушении по всему миру. В результате действий террористов остается крайне тревожная обстановка на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и Ираке. Исходящая оттуда террористическая угроза стремительно расползается по африканскому континенту, в том числе через Ливию. Центральная, Южная и Юго-Восточная Азии также становятся местом совершения бесчеловечных актов терроризма. И на передний план выходят проблемы иностранных террористов-боевиков, о чем сегодня уже говорил генеральный секретарь и коллеги террористов-боевиков, которые возвращаются в страны происхождения или проживания, либо перемещаются в третьи страны. Все меньшее количество государств остается в стороне от угроз терроризма. И в этой связи хотел бы привлечь внимание к тому, что несколько лет назад Федеральная служба безопасности Российской Федерации создала Международный банк данных по противодействию терроризму, в котором уже участвуют около 50 государств и несколько международных организаций, включая Интерпол. Эта база реально помогает отслеживать передвижение иностранных террористов-боевиков по всему свету. Приглашаем всех присоединиться к этому важному начинанию. Положение дел диктует необходимость консолидации усилий международного сообщества в противодействии международной террористической сети. Президент Путин в 2015 году в этом здании выдвинул инициативу о формировании широкого антитеррористического международного фронта на основе Устава ООН, нормы принципов международного права без политизации и предварительных условий. Эта инициатива приобретает сегодня дополнительную актуальность. Практикуемые некоторыми государствами двойные стандарты осложняют поиск ответов на угрозы современности, в том числе террористическую, и пренебрежение принципами последовательной, коллективной борьбы с международным терроризмом чревато плачевными последствиями. Недопустимо, хочу это особенно подчеркнуть, использовать террористические объединения в корыстных политических целях. Этому не может быть никакого оправдания. Сегодня все более востребовано углубление взаимодействия ООН с региональными и субрегиональными организациями по смыслу главы 8 Устава. Наше заседание посвящено роли ОДКБ, СНГ и ШОС в противодействии терроризму в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций. Эти региональные объединения обладают богатым опытом борьбы с террористическими угрозами, вносят серьезный вклад в укрепление стабильности на обширном пространстве Евразийского континента. Их активная практическая деятельность – залог обеспечения безопасности государственных членов данных организаций, а эффективные контртеррористические усилия способствуют заметной стабилизации обстановки в странах Центральной Азии. Значимость этих усилий подтверждена, в частности, в принятых консенсусах в этом году резолюции Генеральной Ассамблеи о сотрудничестве ООН с ОДКБ, ШОС и СНГ. Вместе с тем, озабоченность вызывают периодические вылазки иностранных террористов на территории стран Центральной Азии, а также вербовочная работа функционирующих в регионе различных террористических объединений, в том числе связанных с ИГИЛ. Один из акцентов в работе ОДКБ – борьба с втягиванием граждан в террористическую деятельность на всех этапах. От стадии идеологической обработки вплоть до возвращения из регионов с повышенной террористической активностью после получения так называемого «боевого опыта». Предпринимаются конкретные шаги по перекрытию каналов вербовки в террористические группировки и по борьбе с незаконной миграцией. Большое внимание уделяется выявлению угроз в интернет-среде, которая стала инструментом распространения экстремистских идей. Взаимодействие ОДКБ и ООН на антитеррористическом треке приобретает все более содержательный характер. Успешно реализуется меморандум о взаимопонимании между секретариатом ОДКБ и Управлением ООН по контртерроризму. На предстоящий в ноябре саммит ОДКБ выносится очередной план действий по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы, вклад в реализацию которой ОДКБ вносит регулярно. Весомым фактором в обеспечении стабильности на пространстве Евразии является ШОС. Ее неизменный приоритет – укрепление безопасности в регионе, в том числе посредством противодействия экстремизму, терроризму и сепаратизму. По линии оборонных ведомств государств-членов на плановой основе проходят антитеррористические учения. За время существования ШОС сформировался солидный пакет правовых документов, регулирующих различные аспекты национальной контртеррористической деятельности ее государств-участников. Об этом генеральный секретарь ШОС сегодня подробно говорил. В этом году хочу выделить особо принятую в 2017 году на высшем уровне Конвенцию по противодействию экстремизму, которая закрепила фундаментальные принципы международного сотрудничества в этой сфере при решающей роли и при решающей ответственности государств. Конвенция открыта для присоединения всех заинтересованных стран, приглашаем к этому. И хочу также отметить, что эффективно работает региональная антитеррористическая структура ШОС, опыт которой весьма востребован на пространстве Евразии. В марте этого года был подписан меморандум о сотрудничестве между региональной антитеррористической структурой ШОС и исполнительным директоратом контртеррористического комитета Совета безопасности. В фокусе внимания и ОДКБ и ШОС угрозы, исходящие из Афганистана, в том числе угрозы для Центрально-Азиатского региона. Северо-Афганистан рискует превратиться в новый плацдарм для международных террористических организаций во главе с ИГИЛ. Это требует, конечно же, соответствующего внешнего содействия Афганистану в преодолении этих угроз и вызовов. Опыт последних лет убедительно показал, что ни один план по развитию экономического взаимодействия Центрально-Азиатского с Афганистаном не может быть выполнен без адекватного реагирования на исходящие из этого государства угрозы. И в данном контексте хотел бы отметить, что из этой реальности исходит в своей работе контактная группа ШОС Афганистан, которая реализует одобренную в этом году дорожную карту по развитию взаимодействия между членами ШОС и официальным Кабулом. В СНГ с 2000 года активно действует антитеррористический центр, обеспечивающий координацию работы национальных структур безопасности, специальных служб и правоохранительных органов в борьбе с международным терроризмом. Центр тесно взаимодействует с антитеррористическими санкционными комитетами Совета Безопасности, исполнительным директоратом контртеррористического комитета Совета Управления МООН по контртерроризму. И будут, я надеюсь, эти организации все будут продолжать свою работу. Хотел бы в заключении выразить удовлетворение тем, что УДКБ, СНГ и ШОС, как подтвердили сегодняшние заявления руководителей и их секретариатов, открыты к дальнейшему углублению сотрудничества на антитеррористическом направлении со всемирной организацией в интересах поддержания как регионального, так и международного мира и безопасности. Спасибо за внимание. Я приступаю вновь к исполнению обязанностей председателя Совета.